Башкортостан станет пилотным регионом, где опробируют промышленную ипотеку под 5%. Запустить механизм предложил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Правительство должно отработать детали программы с банками и запустить ее в полном объеме в ближайшее время, отметил глава государства. Право на льготный кредит получит предприятие, которое планирует купить готовые площади для производства. Также президентам России предложено запустить промышленную ипотеку под 5% годовых. Тоже данное направление будет пилотировано в республике Башкортостан. И как раз опробация пройдет на индустриальном парке Уфимске и в рамках особой экономической зоны Алгар. Поддержка подразумевает субсидирование недополученных банками и партнерами доходов в размере ключевой ставки Центробанка. Предполагается предоставление кредитов по ставке не более 5% годовых на сумму до 500 миллионов рублей и на срок до 7 лет для промышленных предприятий до 2 миллиардов рублей, на срок до 10 лет для застройщиков индустриальных и технопарков. Госсобрание снизит налог на имущество для торговых центров и предоставит землю без торгов для магазинов на селе. Предстоящее принятие законопроектов анонсировали в пресс-службе регионального парламента. Меры поддержки затронут потреб кооперацию торговые комплексы, IT-компании, резидентов территории опережающего развития и предпринимателей, которые применяют патентную систему. Вместе с этим Кабинет министров внесет поправки в закон о межбюджетных отношениях. Предполагается продление срока бюджетных кредитов, которые были выданы местным бюджетом. Также парламент рассмотрит поправки в республиканский закон о регулировании земельных отношений. Предполагается выделение земель без торгов под строительство магазинов и кафе на селе. Депутаты госсобрания рассмотрят эти законопроекты на итоговом заседании 30 июня. Ранее они были предварительно одобрены профильными комитетами. В Башкортостане еще шесть регионов страны подписали меморандум о создании Евразийского экономического центра. Совместный инвестпроект позволит объединить в единые технологические циклы 70 инициатив на 100 миллиардов рублей. Механизм предполагает создание благоприятных условий для объединения проектов регионов-участников. Он позволит освоить выпуск продукции с высоким переделом, наладить импортозамещение и минимизировать логистические издержки. Евразийский экономический центр объединит Башкортостан, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую, Пензенскую области, Удмуртию и Пермский край. Факт подписания инвестиционного соглашения ряда регионов привозка к федеральному кругу показывает особое внимание со стороны государства к организации экономики в новых условиях. И, конечно же, тот проект, который будет реализован, или в рамках этого проекта будет реализовано несколько проектов, они, конечно же, повлияют положительно как на экономику страны, так и на ее взаимоотношения, ну, по крайней мере, на данный момент с дружественными странами. Инвестиции Башкортостана и других регионов составят 2 триллиона рублей. При реализации проекта будет создано 40 тысяч рабочих мест. Налоговые поступления в бюджет составят 300 миллиардов. Уфа заняла предпоследнее место среди мегаполисов страны по числу кафе и ресторанов. Данные приводит компания Маркетинг Логик. Рейтинг составлен на основе среднего количества заведений общепита. Так, на 10 тысяч жителей в столице республики приходится чуть более 11 кафе, 6 ресторанов, почти 7 точек фастфуда и 4 бара. В среднем 7 мест общественного питания. В гастростолицей страны признана Казань. Там насчитывается порядка 12,5 заведений на 100 тысяч человек. На втором месте оказался Воронеж, а замыкает список Новосибирск. Эксперты высоко оценили имеющийся потенциал развития гастрономии в Уфе и призвали развивать национальную кухню. Я не поеду в Уфу пробовать пиццу. Я поеду в Уфу попробовать местные продукты и местные рецепты, местные способы приготовления и почувствовать саму суть гостеприимства тех народов, которые живут на территории Башкортостана. Напомню, ранее власти республики подписали соглашение с турецкой компанией. Она планирует открывать в Башкортостане точки общественного питания в виде бургерных. Оборот общественного питания в республике с января по апрель сложился на уровне 10 миллиардов рублей. Это на 7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. И в республике в этом году от укусов клещей пострадали 6 тысяч человек, больше 2 тысяч из них дети. Об этом сообщает в управлении Роспотребнадзора. В ведомстве отмечают, что примерно такое же количество жителей региона обращаются в клиники с жалобами на насекомых ежегодно и превышений средних значений не зафиксировано. При этом от клещевого энцефалита привили 23 тысячи человек. Всего же в этом году эту цифру планируется довести до 36 тысяч. Специалисты советуют при выезде на природу обязательно пользоваться средствами защиты, специальными спреями, также стараться носить закрытую одежду. После отдыха провести тщательный осмотр тела. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.